Привет! Мы продолжаем нашу разгрузку фуры. Я решил, что есть еще несколько минут вашего внимания, чтобы погадать, как несколько изменилась организация. Смотрите, здесь сейчас слева идет очередь к собственно разгрузке, справа идут те, кто собственно уже получил свои коробки. Сейчас, поскольку фур уже частично подходит к концу, внутри сейчас пашет уже несколько человек. Вот. Внутри пашет несколько человек и идет собственно передача практически по конвейеру. Ушел еще один поддом. Но все это не так интересно, как то, что происходит внутри. Если собственно человек не видит, что у него написано на коробки, то настоящий человек ему объявляет детская обувь, детская одежда и так далее. Здесь, внутри склада, на сортировке стоит человек, которого задача несколько другая. отдела куда? Отдела куда? Для его хранения. А это у вас что? Детская, в той стороне. Как видите, весь все пространство склада разделено на небольшие, так сказать, сектора, в каждом из которых располагается отдельные виды детской обуви, детской одежды, питание, гигиена, именные посылки здесь, медицина. И все это сейчас сортируется, людей просто направляют каждого в свою сторону. Не буду мешать. Итак, все делать очень просто. Встал в очередь, получил коробку, посмотрел, что на ней написано, и дальше пошел в соответствующую сторону. Здесь, куда-нибудь отправят один из координаторов, который сейчас стоит вот здесь. Это мужик в желтой футболке и девушка в зеленой майке. Собственно, вот так очень технологично на самом деле организован этот процесс, иначе мы разгружали фуру и сортировали гораздо дольше, если бы все не шло так здорово. Главное, если бы не надписывали там, спасибо вам, кто надписывает в городах, где собирается гуманитарная помощь. Поэтому на самом деле очень здорово то, что мы здесь так собрались и самоорганизовались. Это не перестает меня поражать. Итак, я отправлю это видео на YouTube и пойду догружать фуру. Давайте.